Огородники А кто отстает? Отстающим решили помогать Чтобы вся земля была хорошо обработана И дала большой урожай Мы с Мишкой попросили записать нас в одну бригаду Мы еще там в городе условились Что будем работать вместе и рыбу ловить вместе Все у нас было общее И лопаты, и удочки Ребята, сказал Вадик Зайцев Я предлагаю сделать красное знамя И на нем написать Лучшему огороднику Кто первый скопает участок У того на участке поставим знамя Правильно, согласились ребята А потом будем за это знамя бороться Кто лучше проведет посадку К тому перейдет на участок знамя Потом знамя будем передавать за прополку А у кого окажется самый большой урожай Тому подарим осенью это знамя И пусть он везет его с собой в город Мы с Мишкой решили бороться за красное знамя Как возьмем его в самом начале Так до конца не выпустим и домой увезем Ну, это говорил Мишка Наш огород был недалеко от реки Мы измерили землю рулеткой Наметили участки И вбили колышки с номерами Нам с Мишкой достался двенадцатый участок Мишка тут же стал кричать Что нам самый плохой участок дали Да чем он плохой? Спрашивает Витя Дырка вон тут в земле Ну, что это за дырка? Засмеялся Витя Лошадь копытом продавила И пень вон торчит Говорит Мишка И на других участках есть пни Посмотри Но Мишка уже никуда смотреть не хотел И кричал Его ведь из земли выковыривать надо Что? Что ж тут такого? Выкорчуете? Сами не справитесь? Ну, ребята помогут Хо Уж если возьмемся Справимся Обиделся Мишка Еще и ребятам поможем На буксир кого надо возьмем Вот и хорошо Сказал Витя Все ребята стали вскапывать землю И мы с Мишкой стали копать Мишка то и дело бегал смотреть Сколько другие ребята вскопали Я говорю ему Ты не бегай, работай А то мы меньше всех вскопаем Ничего Говорит Я еще поднажму И стал поднажимать Поднажмет Поднажмет И снова бежит куда-то В этот день Мы мало работали Скоро вожатый Витя Позвал всех обедать После обеда Мы с Мишкой Схватили лопаты И снова хотели На огород бежать Но Витя не позволил Он сказал Работать будем только до обеда После обеда Отдыхать А то у нас Найдутся такие ребята Которые в первый же день Перетрудятся И потом не смогут работать На следующее утро Мы раньше всех Примчались на огород И стали копать Потом Мишка Попросил у Вити рулетку И принялся землю мерить Сколько у нас на участке Скопано Да сколько осталось Покопает немного И снова меряет И все ему кажется Мало Я ему говорю Конечно будет мало Если я один копаю А ты только меряешь Он бросил рулетку И стал копать Только недолго копал Корень ему в земле попался Так он этот корень Стал из земли выдирать Драл его Драл Весь участок разворотил Даже на соседний участок Залез И там выдирает этот корень Да брось ты его Говорю Чего ты к нему привязался Я говорит Думал Что он короткий А он вон какой длинный Как удав Ну и перестань С ним возиться Да должен же он Где нибудь кончаться А тебе будто Не все ли равно Нет Говорит Я такой человек Если за что нибудь взялся Обязательно Обязательно До конца сделаю И снова ухватился Руками за корень Тогда я рассердился Подошел и отрубил Этот корень лопатою А Мишка Корень рулетка Измерил И говорит Ого Шесть с половиной метров А если бы ты не отрубил Так он может быть Метров двадцать был бы Я говорю Если бы я знал Что ты Так будешь работать То с тобой бы не связывался А он Можешь отдельно Я же тебя не заставляю Как же теперь отдельно Когда у нас столько вскопано Вот не получим из-за тебя Красного знамени Да почему не получим Ты посмотри Сколько у Вани Ложкина И Сени Боброва Еще меньше нашего Он побежал на участок Вани и Сени И стал над ними смеяться Эх вы Придется вас на буксир брать А они его прогоняют Смотри Как бы мы тебя не взяли Я говорю Чудак ты Над другими смеешься А сам-то сколько сделал И чего я только с тобой связался Ничего Говорит Я одну штуку придумал Завтра знамя Будет на нашем участке С ума Говорю Сошел Тут на два дня работы А с тобой и четыре Провозишься Вот увидишь Я потом тебе Все расскажу Ты давай лучше работай Все равно земля Сама не вскопается Он взял лопату Но тут Витя сказал Чтобы все шли на обед Ну Мишка лопату на плечо И помчался Впереди всех в лагерь После обеда Витя стал Красный флаг Делать А мы Все ему помогали Кто палку строгал Кто материю подшивал Кто разводил краски Флаг получился Красивый Палку выкрасили Золотую краску А на красной материи Витя написал Серебряными буквами Лучшему огороднику Мишка сказал Давайте еще Пугало сделаем Чтоб ворон и огород Не клевали Эта затея Всем очень и очень Понравилась Взяли мы жерть И к ней крест-накрест Палку провязали Достали старый мешок И сшили из него Рубаху Потом натянули на рубаху На жерть А сверху Глиняный горшок Надели На горшке Мишка нарисовал Углем нос Рот Глаза Страшная Рожа Получилась Поставили мы Это пугало Посреди двора Все смотрели на него И смеялись Мишка отвел меня В сторону И говорит Вот что я придумал Давай Когда все Лягут спать Удерем на огород И вскопаем Свой участок Оставим на утро Кусочек маленький Завтра быстро Вскопаем И Получим знамя Я ему говорю Если бы ты работал А то ведь С разными Пустяками Возься Я буду Хорошо работать Вот увидишь Ну ладно Только если ты Снова возьмешься За старое Брошу все И уйду Вечером Все легли спать Ну и мы С Мишкой легли Но только Для виду Я уже Начал дремать Вдруг меня Мишка толкает Вбок Вставай А то не видать Нам знамени Как своих ушей Встал я Мы вышли Так Чтобы никто Нас не видел Взяли лопаты И пошли На огород Луна Светила И все Было Видно Пришли На огород Вот наш Участок Говорит Мишка Видишь И пень Торчит Стали мы Копать На этот раз Мишка Хорошо работал И мы Много Вскопали Дошли До пня И решили Его Выкорчевать Обкопали Со всех сторон И стали Из земли Тащить Тащили Тащили А он Не лезет Пришлось Обрубать Корни Лопатой Устали Ой Как лошади Все-таки Вытащили Землю Заравняли А пень Мишка На соседний Участок Бросил Я говорю Это ты Нехорошо Сделал А куда Его девать Нельзя же На чужой Участок Ну Давай его В реку Бросим Взяли мы Пень И потащили К реке А он Тяжелый На силу Дотащили И бултых В воду Он поплыл По реке Как будто Спрут Или осьминог Какой Мы посмотрели Ему вслед Ну и пошли Домой Больше В этот раз Уже Не могли Работать Устали Очень Да нам Совсем Небольшой Кусочек То и остался Скопать Утром Проснулись Мы позже Всех Все тело У нас Болит Руки Болят Ноги Болят Спина Болит Что это Спрашивает Мишка Ох Перетрудились Говорю Слишком Много Работали Встали Мы Размялись Немного За завтраком Мишка Стал перед Ребятами Хвастать Что красное Знамя Достанется Нам После Завтрака Все Помчались На огород А мы С Мишкой Пошли Не спеша Ну куда Нам спешить Пришли На огород Все Как кроты Роются А мы Ходим Да посмеиваемся Не видать Вам Знамени Говорим Как Своих Ушей Ну Ребята Отвечают Вы Бо Работали Только Другим Мишаете Тут Мишка И Говорит А это Вот чей Участок Совсем Мало Скопано И Хозяев Нет Наверное Дрыхнут Еще Я Посмотрел Номер Двенадцать Да Это Это Ведь Наш Участок Не Может быть Говорит Мишка Мы Больше Вскопали Мне Говорю Тоже Казалось Что Больше Может быть Нарочно Кто-нибудь Номерки Переменил Нет Все Правильно Вот Одиннадцатый А там Тринадцатый Смотрим И Пень Торчит Мы Растерялись Даже Послушай Говорю Мишка Если это Наш Участок То Откуда Пень Взялся Мы Мы С Мишкой Что Такое Думаем Вчера У них И до Половины Не было Вскопано А Сегодня Совсем Небольшой Кусочек Остался Мишка Говорю Да Это Это Ведь Мы Ночью По Ошибке На Их Участки Работали И Пенем Выкорчевали Да Что Ты Верно Ах Мы Ослы Говорит Мишка Да Что Нам Теперь Делать По Правилу Они Должны Нам Свой Участок Отдать А Себе Пусть Берут Наш Что Мы Даром У них Работали Молчи Говорю Хочешь Чтобы Над нами Весь Лагерь Смеялся Что Же Делать Копать Говорю Вот Что Схватили Мы Лопаты Да Не тут То Было Руки Болят Ноги Болят Спина Не Разгибается Скоро Ваня Ложкин И Сеня Бобров На своем Участке Работу Кончили Витя Поздравил Их И отдал Им Красное Знамя Они Поставили Его Посреди Участка Все Собрались Вокруг И В ладоши Захлопали Мишка Говорит Это Неправильно Почему Неправильно Спрашивает Витя Потому И Неправильно Что За них Кто-то Пень Выкорчевал Они Сами Сказали А мы Виноваты Говорит Ваня Может Быть Его Кто-нибудь Себе На дрова Выкорчевал Разве Мы Запрещать Будем А Может Быть Его Кто-нибудь По ошибке Вместо Своего Выкорчевал Ответил Мишка Тогда бы Он был Здесь А его Здесь Нет Сказал Ваня А может Быть Они Его В реку Бросили Говорит Мишка Ну Что Ты Пристал Может Быть Да Может Быть Может Быть Вам Участок Кто-нибудь Ночью Скопал Не Унимался Мишка Я Его Толкаю Чтобы Он Не Проговорился Ваня Говорит Все Может Быть Мы Землю Не Мерили Пошли Мы На Свой Участок И Стали Копать А Ваня И Сенька Стали Рядом И Хихикают Вот Работают Говорит Сенька Будто Во сне Мочалку Жуют Надо Их На Буксир Взять Сказал Ваня У них Ведь Меньше Всех Скопано Мы Взяли Нас На Буксир Помогли Нам Копать И Пень Выкорчевать Все Равно Мы Позже Всех Кончили Ребята Говорят Давайте На Их Участки Как На Отстающем Поставим Пугало Все Согласились И Поставили Пугало На Нашем Участке Мы С Мишей Обиделись А Ребята И Говорят Добивайтесь Чтобы Ваш Участок Стал Лучшим Когда Посадка И Прополка Будут Вот И Уберем Тогда С вашего Огорода Пугало Юра Козлов Предложил Давайте Пугало Ставить Отстающим Давайте Обрадовались Все А осенью Подарим Тому У кого Будет Самый Плохой Урожай Говорит Сенька Бобров Мы С Мишкой Решили Стараться Изо Всех Сил Чтоб Отделаться От Этого Пугало Только У нас Так Ничего И Не Получилось Все Лето Простояло На На нашем Участке Потому Что На Посадке Мишка Все Перепутал И Посадил Свеклу Там Где Уже Была Морковка Посажена А При Прополке Вместо Сорняков Петрушку Выдернул Пришлось На этом Месте В спешном Порядке Редиску Посадить Сколько Раз Я Хотел Отделиться От Мишки Да Никак Не Мог Кто Ж Думаю В беде Товарищи Покидает Так И Маялся С ним До Конца Зато Осенью Красное Знамя Нам С Мишкой Досталось У нас Самый Большой Урожай Помидоров И Кабачков Оказался Ребята Стали Спорить Это Неправильно Говорили Они Все Время Были Отстающие И Вдруг Самый Большой Урожай Но Витя Сказал Ничего Ребята Все Правильно Хоть И Не Отставали Но Землю Хорошо Обработали Старались И Добивались Чтоб Большой Урожай Был Ваня Ложкин Сказал У них Земля Была Хорошая А вот Нам Сеней Скверная Земля Попалась И Урожай Маленький Хоть Мы Старались За что Нам Пугало Подарили Пусть Они Тогда И Пугало Берут Себе Раз Оно У них Все Лето И Стояло Ничего Ничего Говорит Мишка Мы Возьмем И Пугало Давайте Его Сюда Все Засмеялись А Мишка Сказал Если Б Не Это Пугало То Мы Знамени Не Получили Бы Это Почему Удивились Все Потому Что На нашем Участке Оно Ворон Пугало А на Других Ворона Не Боялись Вот И Урожай Получился Меньше И Потом Из-за Этого Пугало Мы Не Забывали Что Нам Надо Стараться И Работать Лучше Я Говорю Мишке Зачем Ты Взял Это Пугало Для Чего Оно Нам Ну Давай Его В реку Бросим Говорит Мишка Взяли Мы Пугало И Бросили В реку Оно Поплыло По реке Растопылив Руки Мы Посмотрели Ему В свет И Стали В него Камнями Бросать А потом И пошли В лагерь В тот же День Лешка Курочкин Снял Нас Фотоаппаратом Вместе Со Знаменем Так что Если Кому Нибудь Хочется Карточку Мы Можем Прислать